5 августа все службы Ульяновской области и регионального центра работали в усиленном режиме. Причина – обильные осадки. 48 протечек кровли, подтопление 24 подъездов, местами временное отключение электроснабжения. Урон от непогоды минимальный, да и тот по большей части уже устранен. Сегодня после профильного совещания в правительстве региона Сергей Морозов лично проехал по Ульяновску, чтобы убедиться в том, что город не утонул, как сообщали некоторые доброходы в социальных сетях. За прошлый день 56 миллиметров осадков выпало. Это 115% месячной нормы осадков. А в целом за сутки более 70 миллиметров осадков. Это полуторамесячная норма, та, которая выпала сегодня на территорию города Ульяновской. Гидромедцентр ее квалифицирует как стихийное бедствие. Ливневки, желоба и прочие водоспускные сооружения позволяли хоть и не мгновенно воде стекать в канализацию. Это хорошо заметно сегодня, когда дождь кончился. Асфальт и тротуары почти везде сухие. Там, где вода не стекает, работают и лососы. Глава города заверил, помощь пострадавшим от воды будет оказана. Проблемные участки в микрорайоне Мостовая, поселке Дачном, на улице Ростовской в этот раз практически не пострадали. Мы прекрасно понимаем, 40 кровель подтопило. Сегодня зайдут специалисты в течение короткого времени, 3-4 дней, определяют ушер, для того, чтобы мы, управляющие через управляющие компании, возместили убыток. 24 потопления подъездов, те, которые мы и сегодня видели, с тем, чтобы мы работали. Три школы подтопило. Мы сегодня тоже со специалистами работаем. Поэтому работа идет, в ближайшие дни уже будет теплая, хорошая, ясная погода. Кстати, дождь – причина помыть дороги. В сухую погоду дорожный смет лежит непробиваемой коркой, а в дождь размокает, что позволяет его удалить с дорог мощной струей воды. Это ответ тем, кто выражает удивление, зачем в дождь дороги поливают водой. Чтобы люди понимали, почему в рамках мокрой погоды дождя вот это все промываем. Если я полил мощных машин. Синоптики отмечают, после небольшого затишья в несколько дней стихия вновь начнет наступать. Тем не менее, сильно опасаться не приходится. Коммунальщики твердо усвоили уроки 2017 года, и теперь инженерные сети и службы готовы достойно отвечать на вызовы природы. Павел Половов, Даниил Сурков, Новости Уллправды ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова